Одно из самых известных зданий Санкт-Петербурга уникально тем, что является одновременно музейным комплексом и официальной резиденцией губернатора Санкт-Петербурга. Для горожан Смольный в Питере один из символов города, где можно прикоснуться к истории и искусству. История этого знаменитого питерского здания началась при Екатерине Великой, в самом конце ее царствования, когда его начали строить на месте Смоленого двора, неприглядного тогда петербургского места, в котором хранились запасы смолы для Адмиралтейства. Здание было построено для Смольного института благородных девиц, первого российского женского учебного заведения, где девушки из высших слоев общества, как правило, дочери аристократов, но были и исключения, получали образование. Ранее этот институт находился при Смольном монастыре и сразу же переехал, когда достроили здание. Строился Смольный по проекту итальянского архитектора Джака Макваренги, известного также по Павловскому дворцу, Эрмитажному театру, Ассигнационному банку и другим шедеврам петербургской архитектуры. Институт был построен в стиле классицизма и является его ярчайшим образцом, настоящим произведением искусства. Дата окончания строительства считается 1806 год. Институт располагался в этом здании до 1917 года, переехав затем после революции в Новочеркас к Ростовской губернии. После Октябрьского переворота в здании располагалось новое большевистское правительство вплоть до переноса столицы в Москву. Именно там же был штаб военно-революционного комитета, где были приняты первые декреты советского правительства о мире, о земле. До переезда в Москву в здании жил В. Ленин с супругой Н. Крупской, в стенах его работали Лист, Троцкий, Эвдзержинский и Сталин и многие другие люди, которые повлияли на историю из страны и всего мира. С 1918 года в Смольном располагаются органы городского самоуправления, Ленинградский городской совет депутатов трудящихся, он же Ленсовет, и городской комитет партии, ВКП, Б, затем, КПСС. В истории этих лет Смольный также стал печально известен благодаря убийству в его стенах СМ Кирова. Во время Великой Отечественной войны в здании Смольного располагался штаб обороны Ленинграда. Оттуда шло руководство городом в годы и дни блокады, пожалуй, один из самых трагичных периодов в истории города. А начиная от 1996 года здесь располагается официальная резиденция губернатора Санкт-Петербурга и администрация города. Адрес Смольного в Санкт-Петербурге, Смольный собор в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Смольный проезд, Д. 1. От ближайших станций метро здание находится в получасе прогулки пешком, поэтому можно пеший маршрут заменить общественным городским транспортом. Есть несколько вариантов как до него доехать, на метро до стакана. Чернышевская, затем автобус номер 46, троллейбус номер 15, на метро до стакана. Площадь Восстания, или Маяковская, затем троллейбусами номер 5, 7 и 11, на метро до стакана, Невский проспект, или Гостиный двор, затем троллейбусами номер 5, 7 и 11 или автобус номер 22. Внимание! При пеших прогулках при плохом знании города рекомендуется использовать карту, навигатор, мобильные приложения. Также возможно добраться на такси или личном автомобиле. Из туристических и культурных объектов в непосредственной близости находится Смольный монастырь, основанный при Елизавете Петровне и Смольный собор оба в стиле барокко, построены знаменитым расстрелли. Памятники Санкт-Петербурга у историка Мемориального музея Смольного в Санкт-Петербурге свой адрес – Смольный проезд, д. 1. Литература. Б. Смольный. Телефон плюс 7, 812, 576, 74, 61, 576, 77, 46. Официальный сайт музея. Адрес электронной почты и экскурсионное обслуживание происходит только по предварительной договоренности. Основной функцией музея является не только развлекательно-просветительная функция, но и наука, исторические исследования. Здесь работает около 16 сотрудников, из них 12 научные сотрудники музея. Основан был музей в 1991 году. Экспозиция музея рассказывает об основных этапах в истории здания, об Институте благородных девиц, его возникновении, ярких событиях, известных выпускницах, о первом советском правительстве, как жили здесь первые вожди и наркомы, как принимались декреты и готовился октябрьский переворот, о блокадном времени, о нынешних днях. В среднем музей посещают в год около 63 тысяч посетителей. Внимание! Вход разрешен с возраста 14 лет, при себе необходимо иметь паспорт. В музее присутствует коллекция плакатов первых лет советской власти, в том числе известного Маора, коллекция живописи, Бродский, Серебряный и другие. Можно увидеть рабочий кабинет В. Ленина, комнату, в которой он жил с Н. К. Крупской, подлинные вещи живших и работавших здесь известных людей и много других интересных экспонатов. Основными экскурсиями являются «Смольный». Обзорная экскурсия «Смольный институт благородных девиц», советское правительство в Смольном в 1917-1918 г. Г. Смольный. Блокадные дни. По отзывам побывавших здесь туристов, персонал музея вежлив, но строг к правилам посещения музея. Внимание! Запрещена фото- и видеосъемка, свободная без экскурсии хождения по музею, запрещено трогать руками экспонаты, пользоваться предметами интерьера, входящими в состав экспозиции. Также в залах дворца проходят концерты классической музыки, выставки, мероприятия для детей. Это место является, в некотором смысле, культурным и развлекательным центром Санкт-Петербурга. Смольный – это одно из мест в Санкт-Петербурге, посещение которого входит в число обязательных для любителей красивой архитектуры, истории, увлекательных и интересных экскурсий. Это и самое красивое здание института, не часто удается увидеть такой яркий образец классицизма, это и живая история страны, особенно прошедшего неспокойного века, еще одна из жемчужин в архитектурном ансамбле Санкт-Петербурга, которую и побывавшие там туристы и петербуржцы советуют обязательно посетить. Историческое место, стены которого видели дочерей русской аристократии, вождей революции, императриц, матросских депутатов, выстрелов Кирова и блокадный голод, и другие контрасты за свою историю. Всем решившим отправиться в музей Смольный в Санкт-Петербурге остается пожелать интересной экскурсии, свежих и незабываемых эмоций и ярких впечатлений.